Привет друзья! Вы на канале Аппетитсима. Сегодня у нас особый рецепт. Сыр, который не может не восхищать. Он удивляет своей формой, оригинальной начинкой, а еще простотой приготовления. Все, что вам понадобится, это 3 литра молока, причем подойдет даже магазинное с коротким сроком хранения. Часто я делаю этот сыр из-за безжиренного молока, как и сегодня. Это не особо влияет на вкус, зато увеличивает срок хранения. Также нам понадобится заквасочная культура, на крайний случай йогурт, дополнительно молокосвертывающий фермент и хлористый кальций. В качестве начинки и обсыпки вы можете использовать все, что вы любите. Что допустимое, что лучше, я обязательно расскажу. Сначала делаем пастеризацию молока. Это сыр кислотно-сычужной коагуляции. Сгусток образуется немножко по-другому, чем в обычном сыре. Поэтому пастеризацию делаем при повышенной температуре. Подогреваем молоко при помешивании до 85 градусов. Затем поддерживаем данную температуру от 10 до 30 минут. После чего быстро охлаждаем молоко. Сделать это можно в кастрюле большего размера, либо в раковине или даже в ванне, наполненной холодной водой. Цель такой пастеризации не просто в уничтожении патогенной микрофлоры, которая обычно дает непересказуемый результат и сокращение срока хранения, но в получении более плотного сгустка и увеличении выхода сыра за счет объединения сывороточных и молочных белков, бета-лактоглобулина и альфа-казеина. Охлаждаем молоко до температуры сквашивания 33 градуса. На следующем этапе нам нужно внести заквасочную культуру. Для сыров кислотно-сычужной коагуляции используется мезофильная заквасочная культура, в составе которой лактококус лактис, лактококус креморис, лактококус децитилактис, который даст сливочный вкус. Если в составе есть также лейконосток, это будет дополнительным плюсом. Также подойдет мезотермофильная культура с таким же набором бактерий, а термофильный стриптококк в ее составе нисколько не помешает, он ускорит образование сгустка как минимум на пару часов. Даю вам пример мезофильных заквасок, которые можно использовать, а также мезотермофильных разных марок, чтобы у вас был выбор. Если нет возможности купить заквасочную культуру, подойдет хороший качественный йогурт. Важно, чтобы в его составе были кисломолочные бактерии и отсутствовали загустители. Также не подойдет йогурт с фруктовыми добавками. Норма внесения йогурта – 1 столовая ложка на литр молока. Доводим молоко до температуры внесения заквасочной культуры, рассыпаем ее по поверхности молока, ждем пару минут до впитывания влаги и хорошо распределяем по всему объему молока. Накрываем крышкой для сохранения тепла и очень важно дать закваске активироваться в течение 30 минут до внесения фермента. Через полчаса для восстановления баланса кальция в молоке после пастеризации вносим хлористый кальций. Его можно купить в трех видах, для каждого из них своя норма внесения и маленькая подсказочка для вас. На 3 литра молока я вношу 0,3 грамма. Не забудьте разбавить водой. Распределяем по всему объему молока. Переходим к внесению фермента. Проверим температуру. За полчаса она у меня опустилась на 1 градус. Немного подогреем молоко до 33-34 градусов. Если вы используете мезотермофильную заквасочную культуру, можно поднять температуру до 35-36 градусов. С учетом того, что в сквашивании у нас будет задействован еще и фермент. Еще один важный момент. В сырой кислотно-сычужной коагуляции мы добавляем фермент не по обычной норме, как для сыров сычужной коагуляции, а только 10-20% от нормы производителя. Обычно я останавливаюсь на 20% – это 1,5 нормы. Если вам сложно рассчитать 1,5 нормы для малого объема молока, можно растворить в 50 мл воды полную норму и добавить в молоко только 10 мл. Тщательно распределяем по всему объему в течение 2-3 минут. И обязательно устанавливаем молоко шумовкой. Ставим на сквашивание в теплое место. Можно воспользоваться духовкой с функцией поднятия теста, использовать мультиварку или сушилку для фруктов с подходящими температурами сквашивания. Или просто укутать полотенцем и поставить в теплое место. Главное сохранять одну и ту же температуру на всем протяжении сквашивания. Время сквашивания при использовании мезофильной закваски – 10-14 часов, а мезотермофильной – 6-8 часов. Финальное значение pH готового сгустка кислотно-сычужной коагуляции – 5,052. Визуально это можно определить так. Сгусток должен быть достаточно густым, но сыворотка не должна покрывать его более чем на 2 см. Можно сделать тест на чистое зеление. Сгусток плотный, с ровными краями и отделившейся сывороткой. Самое главное – не допустить переквашивания массы, иначе будет ощутимый кислый вкус. Я разрезаю на столбики 2 на 2 см. Это поможет сократить потери сырной пыли при выкладывании сгустка. Для стекания сыворотки нам понадобится дренажная ткань. Для этого хорошо подойдет лавсан или органза. На крайний случай можно использовать марлю, сложенную в 6-8 слоев. Но и в этом случае потери сырной пыли будут больше. Подвешиваем, чтобы собственный вес массы ускорял сывороткое отделение. В магазинах для сыроделия сегодня можно купить специальный мешок для отвешивания творога, сделанный из лавсана. Если вам некуда подвесить, можно сделать еще проще. Завязываем концы, продеваем ложку или лопатку и ставим на высокую кастрюлю. Время оттока сыворотки будет зависеть от способа и условий отвешивания. Процесс сывороткоотделения может занимать от 8 до 24 часов. В зависимости от объема и плотности массы, температуры в помещении и желаемой консистенции сыра. Можно пойти двумя путями. Самый простой способ это обычное отвешивание в мешке до получения желаемой консистенции. Второй способ занимает меньше времени. 2-3 часа на отвешивание в мешке плюс 3-5 часов прессования с весом. Я всегда выбираю второй способ. Он более надежный, позволяет избежать излишнего кислотообразования и кислого вкуса. А в первом случае, при долгом отвешивании в мешке, часто бывает постокисление, поскольку при комнатной температуре мизофильные бактерии продолжают работать. И в готовом сыре кислинка может быть достаточно выраженной. Можно, конечно, переносить мешок в холодильник, но при низкой температуре отток сыворотки идет очень медленно. Из-за отвердевания молочного жира. Сыворотка отделяется в большей степени с краев, поэтому желательно каждый час-два аккуратно перемешивать сгусток, чтобы влага в центре не оказалась замкнутой. После 3-х часов отвешивания я перехожу к прессованию формы, используя всю ту же дренажную ткань. Начинайте с двойного веса и каждый час добавляйте еще один вес. Через 3 часа прессования сырная масса готова. Узнаем ее вес. Я делала из полностью обезжиренного молока обратно, поэтому выхода у меня меньше, чем из цельного. 484 грамма. Из цельного молока получается на 20-25% больше. Около 600 грамм. Можно добавлять любую начинку по вашему вкусу. Я использую специи с ароматными травами, вялеными оливками и помидорами. Если нужно, добавляйте по вкусу соль. В качестве начинки хорошо подходят орешки. Можно использовать целые оливки, свежую зелень, а также кусочки ветчины или грибов. Для декоративной обсыпки я буду использовать орешки. Сегодня у меня фисташки. Порублю их на более мелкие кусочки. Придаем сырной массе удлиненную форму. Вот почему очень важно было избавиться от лишней влаги. Но в то же время масса не должна быть и пересушенной, иначе сыр будет плохо намазываться на хлеб. Рассыпаем орешки плотным слоем на доске. Кладем массу прямо на орешки. И аккуратно прокатываем. За счет того, что сыр готовится без второго нагрева, все полезные кисломолочные бактерии остаются активными. Сыр не только очень вкусный, но еще и полезный. Получается вот такая красивая форма. Сыр выглядит очень эффектно. Он действительно может удивить. Подавайте его порционными кусочками или намазывайте на хлеб. Даже приготовленный из обезжиренного молока, он очень вкусный. В зависимости от начинки, такой сыр хранится не менее недели. Но вряд ли он задержится в вашем холодильнике более 7 дней. Скорее всего, за это время вы успеете его съесть и сделать такое же. А впереди у нас еще много интересных рецептов. Увидимся на канале Аппетитсима. Аппетитсима.